Об итогах трехсторонних переговоров более подробно о лидерах Азербайджана, Армении и России, который состоялся в Сочи, накануне мы поговорим с политическим обозревателем Рауфом Раджабовым. Он с нами на прямой связи. Рауф Мелем, добрый день. Добрый день. Рауф Мелем, как бы вы подвели итоги трехсторонних переговоров, которые прошли вчера в Сочи? Вы, наверное, уже в принципе объяснили те важные ключевые пункты трехстороннего заявления. Но я бы хотел сказать то, что осталось, скажем так, за кадром. А за кадром остается очень важный ключевой вопрос, который удалось. И это не было сомнений, что наш президент, наш Верховный Главнокомандующий не позволит армянской стороне разрушить весь переговорный процесс, который на сегодняшний день состоит из тех встреч, из заявлений, которые были подписаны при подстрельности российской стороны, о чем вы уже сказали, и Брюсселя, и Европейского Союза. Именно игра армянской стороны заключалась в том, чтобы разрушить все те самые соглашения, ключевые пункты, которые были до сели достигнуты. Именно поэтому и Пашинян, и фактически его хозяин и хозяин всей исполнительной власти Армении, миллиардер Хачатур Сукиясян, сделали важные заявления для армян и армянской стороны буквально накануне этого важного переговорного процесса, который прошел в Сочи. Пашинян заявил, что он готов подписать в Москве договор о пребывании миротворческих сил еще на 20 лет. В свою очередь, Сукиясян заявил, что мирного договора подписано не будет, но Армения выбирает не Вашингтонский вариант, мирный договор, а российский вариант. Тем самым армянская сторона продемонстрировала не только Азербайджан. Азербайджану это не нужно, а именно своим, скажем так, протеже из Европы и Америки и из России, что они готовы разрушить все и все, но лишь бы не подписать мирного договора с Азербайджаном. И вот наш президент, наш бюджетный командующий четко расставил все акценты над их, все точки над их. Они расставлены. Мирный договор будет подписан в соответствии с пятью принципов. Это уже факт. Открытие разблокирования транспортных коридоров, о чем уже было сказано, кстати говоря, не в заявлении, а уже Путином во время пресс-конференции, он четко объяснил, что работают вице-премьеры, наработки есть, очень важные наработки в плане разблокировки, и нужно продолжить. Тем самым заявление Никола Пашиняна о том, что он предлагает свой вариант так называемого армянского перекрестка, это ничего не пустое занятие. Здесь в Зангизусе коридор, и в Зангизусе коридор будет открыт. Уже это очевидно. Почему? Потому что именно российской стороне были обращены упреки со стороны Армении. И именно российская сторона намерена взять под свой контроль 47 километров, которые пройдут через территорию Армении. Эта игра была изначально против России, а не против Азербайджана. И когда Пашиняна говорил с Путиным, это дали все в прямом эфире, и он заявил, что Армения желает контролировать это самоучаство. Это не для Азербайджана, это не по Азербайджану. Это пусть выясняют свои отношения как Армении, так и Россия. Но Россия расставила акцент. Россия будет контролировать. И в данном случае Армения очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. И эта непоследовательность уже граничит с какими-то эпическими форматами. Ведь как это понять, что Пашинян заявил в Праге, руководствуясь устными заявлениями Путина? Но я не думаю, что Шарль Мишель предполагал, что Пашинян будет руководствоваться не его установками, а установками Путина. При том, что посредником и до Праги, Брусселе, и в Праге выступал Шарль Мишель. То есть практически эта встреча в Сочи важна еще в той части, что она полностью оголила армянскую игру. Армянская игра бездарна. Она направлена на разрушение, она направлена на дестабилизацию. Да, Раву Смолю, ну в принципе это и говорит о том, что все-таки Армения никак не может определиться и выбрать для себя точный формат. То есть она постоянно мечется из одной стороны в другую. Но вы знаете, я считаю, что для Азербайджана нет двух форматов. Я считаю, что наш президент продемонстрировал четкое следование одному формату. То есть подписание мирного договора. Для Азербайджана сегодня стоит один важный вопрос. Когда будет подписано это соглашение? Азербайджан не делит переговоры процесс на вашингтонский формат, на брюссельский формат, на московско-сочинский формат. Это заблуждение и это даже, скажем так, намеренное постигательство на разрушение. Именно поэтому Ильхам Алиев и вышел в этой всей перепече победителем. Почему? Потому что он последовательен, он прогнозируем, он последовательно делает те самые шаги, которые от него ожидают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве. А самое главное в регионе, а самое главное азербайджанский народ ждет завершения всей этой истории подписания. И поэтому наш президент сказал, история на вопросе Карабаха завершена. Все. Но теперь вопрос в другом. Насколько Пашинян дальше имеет маневр для того, чтобы маневрировать между форматами? Я думаю, что нет. У него маневра нет. И этот маневр, на мой взгляд, был завершен 27 по 9 ноября 2020 года. Сегодня над Арменией висит Дамбоклов меч. Это подписание политического соглашения об урегулировании Азербайджан-армянских межгосударственных отношений. И в Армении должны понимать, что от этого подписания зависит урегулирование армянно-турецких межгосударственных взаимоотношений. Не будет разрыва между Баку и Анковой. Не будет разрыва между этими двумя важными вопросами. И если Пашинян боится, так или иначе, ведь почему он вывел на арену Сукиящана своего реального хозяина? Это уже говорит о том, что запас сил и средств у Пашиняна нет. И поэтому вышел на арену Сукиящан и заявил о том, что они поддерживают. Тем самым он продемонстрировал, что те силы, которые стоят за Пашиняном, они тоже выбирают московский формат. И вот в этой игре они уже проиграли и на Западе. То есть Запад не может воспринять нормально эту такую игру и в отношении Запада. Запад не ожидал, что Пашинян будет играть с ними. Наоборот, американский представитель Госдепа заявлял о том, что сторону должны выбрать наиболее приемлемый формат переговоров. Кстати говоря, я считаю, что американское заявление было сделано три раза накануне всего этого процесса. Я не считаю, что это было продуктивным. На мой взгляд, это было ошибочно и со стороны США делать такие, скажем так, все-таки непродуманные до конца заявления. Нельзя разделять переговорный процесс. Азербайджан продемонстрировал, что этого не надо делать, и он сохранил единый переговорный формат. Вот это было важно. Это было самое важное. Спасибо вам большое. Я напоминаю об итогах трехсторонних переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи. Мы поговорили с политическим обозревателем Рауфом Раджабовым. Рауфом Раджабовым. Рауфом Раджабовым. Рауфом Раджабовым. Продолжение следует...